Доброе утро! На телеканале просвещение «Рассвет» программа о важном и полезном, программа для всех и каждого, программа для нас с вами. Иногда кажется, что забыто людьми уже гораздо больше, чем осталось открыть. И поэтому в последнее время человечество все сильнее и сильнее тянется к своему прошлому. Сколько профессий на Земле кануло в лету? Ну, например, шоурники, извозчики, водовозы. Эти профессии существуют только в книгах, фильмах, на картинах и в словарях. Но одна из них дожила до наших дней практически в первозданном виде. Это профессия гончара. О нашем госте в интернет-источниках можно прочитать так. Один из лучших гончаров России, хотя заниматься этим ремеслом начал не так давно, лет 15 назад. До этого он успел поработать инженером, механиком цеха, осветителем на киностудии, фотографом, руководителем театральной студии, сценаристом на ТВ, пчеловодом и садовником. У нас в студии Александр Поверин, художник декоративно-прикладного искусства, керамист, скульптор, гончар. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Александр, вот в наши дни слово гончар звучит как анахронизм. Вы согласны с этим утверждением? Согласен, да. К сожалению, это так. Хотя постепенно слово становится уже популярным, опять возвращается в русский язык. И я надеюсь, что скоро оно станет совершенно обыденным, таким же, как художник, поэт или писатель. Это равные профессии. Гончарство – это вообще-то искусство, хотя многие считают это ремеслом. Удивительно то, что это единственный вид искусства, который в себе включает еще ремесло с большой буквы. То есть можно быть ремесленником очень хорошим, а можно быть художником. Вот писатель ремесленник как-то не звучит, да? А гончар ремесленник – это замечательный человек, который делает посуду, утварь. А художник, который работает большими формами, полтора метра, два метра высотой, который занимается декоративным искусством. И все это гончар. Александр, а вы художник или ремесленник? И вообще, как пришли вот такой список? Мы только что зачитали. Хочется сказать, что я художник, да, но пускай другие называют меня как-то. Я занимаюсь широким спектром, если говорить о керамике, да, я керамист и-гончар. Я занимаюсь и преподаванием, я занимаюсь и гончарным делом ремесленном уровне, и занимаюсь гончарным искусством. То есть я делаю заказы такие, которые выходят за рамки ремесленничества, конечно. Так что, наверное, и художник, и ремесленник в одном лице. Вот 15 лет, мы сказали, что и 15 лет, да, вы уже занимаетесь? Ну, чуть больше даже, если считать все, это где-то с 91-го года, то есть уже почти 20. Как это не покажется странным, условия работы древнегреческих гончаров почти не отличались от условий работы современных мастеров. Тогда гончарные круги вращались рабами, сейчас их вращают электрические двигатели. А все остальное осталось без изменений. Вообще, гончарный круг – это удивительная машина. Ей уже несколько тысяч лет, а она, в принципе, не изменила свои конструкции. Как утверждают ученые, круг изобрели древние шумеры. И тому неизвестному шумеру, который это сделал, надо бы поставить памятник, так как во многом благодаря гончарству мы знаем свою историю. Ведь археологи и историки буквально считывали ее с гончарных изделий наших предков. А много требуется вообще времени, чтобы научиться этому ремеслу? Или искусству, да. Много нужно времени, и здесь есть такие особенности. Вот гончаров очень мало. И вообще и в мире их мало, и в Москве их мало очень. Если у нас художников, живописцев в Москве там порядка 15 тысяч, и около двух тысяч скульпторов, то гончаров насчитается человек 10, а хороших человек 5. И живут они все в области. Почему это так происходит? Я уже 20 лет, ну не 20, а 10 лет преподаю, а вот количество гончаров увеличивается очень медленно. Я говорю о Москве. По России совсем другая ситуация. Есть города, где гончаров больше, чем в Москве гораздо. Сложность в обучении – это примерно то же самое. Научиться гончарству, как научиться хорошо играть на скрипке. Причем на таком уровне, что выступать там в зале Чайковского. Вот примерно такой уровень. То есть это инструмент, гончарный круг – это инструмент, которым нужно владеть. Чтобы владеть виртуозно любым инструментом, гитарой, фортепиано, скрипкой, лончелью, нужно порядка 15-20 лет. Это 10 лет в школе, потом 5 лет в аспирантуре, еще 5 лет в консерватории, 5 лет в аспирантуре, а потом, может быть, ты станешь виртуозом, а может быть и нет. Здесь то же самое. Ведь художник, если имеет талант, он за 5, максимум 7 лет может стать хорошим мастером. А здесь нужно освоить инструмент. Помимо того, что нужно стать художником в душе, нужно еще просто элементарно освоить инструмент. Александр, ну вот когда смотришь на экранах телевизоров фильмы документальные о гончарном искусстве, вот стоит этот круг гончарный. Нам он всем знаком с детства, потому что мы в учебниках истории видели. И вот смотришь, вроде крутишь, и там ручками так делаешь, 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 и вот вы расставите в этом такой каушинчик. И садишься и думаешь, вот вроде все очень просто. А на самом деле вы говорите, как музыканты. Ну, 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 как Плетнев играет там Натюн Шопен. Это так просто. Он спокойно перебирает клавиши, и не больше того. Ну, а когда, если бы вы видели, как работал Роден, например, он тоже просто спокойно удаляет все лишнее. И появляется шедевр. Ну, это внешняя простота, она во всех видах деятельности людей, когда делает профессионал, кажется очень просто. Как только вы садитесь или берете скрипку, садитесь за кончарный крок, вы убеждаетесь, что все разваливается. То есть внешняя простота скрывает вот сложность. Конечно, потому что материал глины очень нежный, очень мягкий. И вот если вы выкрутите такой большой кувшин, а я подойду, он должен быть тонким, там где-то 4 миллиметра толщиной, и ударив вот так по кругу, он тут же превратится в ничто. То есть он настолько зыбок, что лишнее такое нетвердое прикосновение его может разрушить. Потому что здесь ювелирная работа, очень мягкий материал, очень мягкий материал. И он еле-еле держится на круге. Можно даже дуновение ветра его опрокинуть, если он очень тонкий. Всем доброе утро. Мы начинаем занятия по стрейчингу, растянем наши мышцы, приготовим к дальнейшему, к работе, к нашему дню. Итак, руки раскроем чуть шире, ноги на ширине тазовых костей, чуть шире поставим, руки наверх поднимаются, вдох. Опускаем на выдох руки вниз, круг плечами, лопатки сведем, плечи опустим в грудную клетку, поднимем наверх, корпус держим прямо и голову опускаем направо. Стараемся противоположное плечо потянуть вниз, ухо тянем к правому плечу. На вдох правая рука через сторону, поднимаем на висок, опускаются и выдох, прижимая, расслабляем мышцы рук, за счет собственного веса опускаем голову еще ниже. Плавно опускается рука вниз, на вдох голову поднимаем, колени чуть согнутые, мягкие, и на выдох опускаем на другую сторону. Лопатки стараемся сводить, плечи тянем вниз, особенно противоположно. Рука через сторону, левая на висок, опускаем, расслабляем мышцы рук, за счет собственной тяжести опускаем голову ниже. 4, 3, 2, опускаем руку, на вдох голову поднимаем, сохраняем прямой позвоночник, голову опускаем вниз, подобородок прижимаем к грудной клетке, мышцы шеи расслабляя, плечи опускаем ниже, грудная клетка чуть наверх, пупок прижат к позвоночнику, но не напряжен. Руки через стороны, в замок, опускаем на затылок, локти сводим вместе, и расслабляя опять мышцы рук, расслабляя плечевой пояс, опускаемся все ниже, но при этом сохраняя прямую спину, таз немного подаем вперед. 4, 3, 2, плавно опускаем руки вниз, голова остается расслабленная, на вдох голову поднимаем выше и вверх, и руки поднимаем еще выше. Руки вытянули в замок наверху, колени сгибаем, таз подаем вперед, округляем спину, круглой спиной уходим назад, голову прячем вниз, плечи стараемся опустить, на вдох руки раскрываем шире в стороны, пальцы разворачиваем назад большие, плечи стараемся опустить, таз подбираем немного вперед и раскрываем мышцы грудной клетки, растягиваем мышцы грудника. Дальше правая рука сгибается в локте ладонь, опуская между лопаток, левой рукой за локоть, спину держим ровно, затылком немного, руку толкаем назад и наклоняемся, все наоборот, влево. Наклон, тянемся, 4, 3, 2, возвращаемся обратно, выдох, хороший вдох, все меняем. Левая рука, правая за локоть, спину выпрямили, вдох и выдох, опускаемся, пауза, вдох и выдох возвращаем. Руки раскрываем широко, за спиной в замок. Хорошо, колени чуть согнуты, локти выпрямляем, за спиной лопатки сводим, грубную клетку подаем вперед, дальше таз уводим назад, колени выпрямляем, сохраняем прямое положение спины, наклоняемся вперед, растянем всю заднюю поверхность бедра, плечи, стараемся наклониться параллельно полу, макушкой тянемся вперед, плечи стараемся опустить, держимся еще, 4, 3, 2, 1, и плавно руки опускаем ниже, ниже в пол, округляем спину, руками тянемся до пола, потянулись еще чуть ниже, расслабили мышцы спины, голова, все внизу, 3, 2, колено сгибаем, и круглой спиной поднимаемся вверх, круглой спиной, плечами, плечи опускаем, руки через стороны, еще раз наверх, вдох, вытянули, на выдох, все сбросим вниз, 2 колена сгибаем, расслабим спину, отлично, беремся за носки двумя руками, стараемся колени выпрямить, потянуться ниже, продолжаем себя держать за носки, руки растягиваем, спину растягиваем и тянемся к ниже, к ногам, 5, 6, 7, 2, колено сгибаем, круглой спиной корпус, плавно поднимаем вверх, руки через стороны мы поднимаем, вдох, вытянулись высоко, замок, чуть прогнулись назад, таз немного вперед, и выдох, все сбросили вниз, расслабили корпус, поднимаемся вверх, всем большое спасибо, похлопаем к себе, отдыхаем. Вот если глянуться в историю, раньше не гончарный круг был, а был горн, я правильно говорю, да? Нет, горн это печь, горн это дровяная печь, но вы правильно говорите, в том смысле, что слово гончар произошло от слова горн. Горн это печь дровяная, раньше были дровяные печи, а сейчас электрические, газовые. А потом это слово горн превратилось в горн-чар, это мастер, который обжигает, который делает изделие из глины. А потом одна буковка, как часто в языке, недовгоримая, как и слово солнце, исчезает, и появился гончар. А вот там же в этих исторических источниках написано, что раньше гончарами могли спокойно быть женщины, а после того, как появился этот гончарный круг, женщины ушли в стороны, и это стало прерогативой мужчин? Нет, нет, до сих пор существует в Дагестане, в селе Балхар, или даже, наверное, деревня, уже село, это где-то там 40 или 60 километров от Махачкалы, горное селение на высоте 1600 метров, очень древнее, там есть гончарный промысел, он женский до сих пор, работают только женщины. Мужчины курят трубки, управляют, философствуют, управляют этим процессом, а женщины работают. Вот требуется силу приложить? Когда большое изделие вы хотите сделать, там нужно приложить силу, чтобы отцентровать эту глину на месте и начать. Да, нужна сила, когда большие изделия. Вот такого уровня изделия почти не требует физической силы. Но вот вы с Катериной решили заняться гончарным искусством, приходим к вам. Вот на таком уровне вы будете работать совершенно спокойно. А сколько времени нужно, чтобы вот такую чашку сделать? Ну, чтобы она была профессионально сделана, ну, месяца 4 надо потратить, 5. Вот так. Я думала, что скажете, час. Я тоже думала, что все очень быстро. Ну, за час вы сделаете кривую, толстую, такую недовваримую, которая при сушке может треснуть или при обжиге. А почему так долго? Вы слепите быстро. Вот просто из куска глины вы слепите какую-то чашку. Да, она будет тоже не очень, может быть, прямая. А чтобы ее выкрутить, вы только на центровку потратите. Хорошо, давайте вот все по очереди, по порядку. Что, зачем, сколько времени, на что? Ну, вот так пройдемся. Это искусство связано с технологией. Любое искусство связано с технологией. Да, и живопись. Без технологии живописи нет живописи. Вот импрессионисты в свое время придумали совсем новую технологию, которой до них не было. Появилась новая живопись. Они стали писать чистыми цветами. И произвели такую революцию в живописи. И здесь тоже есть технологии. Больше того, в керамике технология играет колоссальное значение. То есть обжиг – это практически вас соавтор. Если вы неправильно обожгли, вы испортили все, что вы до этого делали. Потратили зря материалы и время. То есть сушка – это тоже искусство. Обжиг, декорирование. То есть технология – это порядок операций. Ну, вот давайте этот порядок операций озвучим. И вот надо эти операции все сделать. Вот что, зачем? Нужно сначала добыть глины. Но сейчас, конечно, гончары московские уже этим не занимаются. Покупают. Они покупают хорошую глину на комбинате художественном. А вот провинциальные, ну, я так говорю, провинциальные, иногородние так. Многие сами ходят в лес, роют глинокопню, глинище, как это раньше называлось. Находят пласт и вот копают его, как древние гончары. Заготавливают глину на зиму. Ну, вот все по старинке. А она хранится, да? То есть она может долго храниться? Она хранится вечно, и чем дольше хранится, тем лучше. Китайские мастера готовили глину для своих внуков. Да вы что? Даже не для детей, для внуков. Она должна была вылежаться там 30, 40, 50, а то и больше лет. Глина – уникальный природный материал. Она способна впитывать в себя отрицательную энергию. Достаточно помыть ее, и то, что она выбрала от вас, когда вы были в гневе, смоется водой. Глина концентрирует в себе солнечный магнетизм, который поглощает вредную энергию. С ее помощью можно избегать различных заболеваний. Итак, мы нашли глину, выкопали в лесу. Нашли глину, купили ее на комбинате. Заготовили глину, это очень важно. От какой сырье, такой у вас. И продукт. Такой продукт. Поэтому материал – это архиважный. Хороший материал. Дальше вы начинаете учиться ее разминать. Это тоже нужно правильно делать. Но это довольно-таки быстро вы научитесь. Потом нужно учиться центровать. То есть, положив глину на центр круга, совершая на ней определенные операции. Вот вы сейчас руками так делаете, и я прям вижу, как все происходит. Я как дирижер. Вы должны с ней проделать некоторые манипуляции, чтобы она абсолютно точно встала на центр. И вращалась как одно целое из круга. То есть, не было вот этого переполса. Малейшее биение, вот, малейший эсцентрик, и ничего у вас не получится. Как только вы начнете поднимать ее вверх, вот это биение ее начнет, центробежные силы ее будут расшатывать, в конце концов она разлетится. Итак, собрали мы. Нет, надо отцентровать. Отцентровать. Мы можем вот по этим указаниям, которые здесь, по этим картинкам, вот научиться все делать. Это подспорье. Очень хорошее подспорье. И главная задача, которую я перед собой ставил, когда писал эти книги, это привлечь внимание и интерес к этому искусству. Безусловно. Это самое главное. Вот это книги по силам. Но, чтобы научиться, надо идти обязательно к мастеру. Надо видеть, как он работает. Это будет быстрее, плодотворнее. А книга, как подспорье, ее надо читать, читать. Человек научился изготавливать изделия из глины в эпоху неолита, о чем свидетельствуют дошедшие до нас сосуды и их фрагменты. Колыбелью керамики считается Китай. А самые ранние образцы, покрытые эмалью, найдены в Египте. Что же касается Древней Руси, то археологически доказано, что уже в третьем тысячелетии до нашей эры появилась черная лощеная керамика, которая использовалась в ритуальных и обрядовых целях. Среди уникальных русских предметов быта из керамики так называемые квасники. Сосуды для кислых щей, браги, пива, дрожжевых или фруктовых квасов. Научились центровать глину на круге. Дальше что? Дальше я разработал целую такую, ну не знаю, это называется методология в педагогике, в науке педагогика. Есть методология обучения всему, писать, читать, считать. Вот я попытался создать такую методологию по воспитанию гончара. То есть я теоретически подошел к этому делу и написал целую такую теорию. Теорию конструирования гончарных сосудов или гончарных форм. Такой теории оказалось не существует. То есть есть теория цвета, есть теория композиции, есть теория музыки, теория стиха. Очень много всяких теорий. Но когда я соприкоснулся с гончарством, я выяснил, что теории конструирования гончарных форм не существует. Кто мог ее написать? Древние греки могли написать. Римляне, этруски могли написать. На ближнем поостоке, в Месопотаме. Но никто не оставил нам никакого наследия. И пришлось самому создавать эту теорию. То есть все формы, которые существуют вокруг нас, они разбиваются на три простые формы. Это конус, цилиндр и шар. Вот все остальные формы – это суть, сумма этих и комбинация этих трех форм. Как три цвета – желтый, красный и синий, есть суть. Цветовая палитра, да. Как семь нот, которые там 14 основных нот, и из них все разнообразие музыки возникает. И поэтому, научившись вытягивать цилиндр, шар открытый-закрытый, конус усеченный-закрытый, вы уже очень сильно продвинетесь вперед. Дальше начнется комбинация этих форм, и вы можете уже усложнять и усложнять. Ставить руки обязательно нужно гончару. А как? Вот покажите, вот как они должны. Ну вот представьте. Но там есть несколько положений. Когда вы центруете, вы держите руки вот так, да? Вот так. Вниз, вверх. Когда вы поднимаете, вот так вы держите. Трудно чувствовать толщину черепка, потому что вы касаетесь глины между двумя подушечками пальцев. Вот самые чувствительные части тела, вот эти подушечки, которые могут чувствовать до микрона толщину. Поэтому, когда крутят, тянут этими косточками бесчувственными, тонкую вещь выкрутить вообще невозможно. Всегда она будет толще, чем могла бы быть. Ну вот такие вещи. А потом нужно изучать теорию, надо знать все народные традиционные наши русские формы, прежде всего. Потому что они все благополучно забыты. Вот я вам скажу, что такое, назову ему такие названия, как кухли, например. Что это такое? Щенки. Ну а щенки, может быть, там, где ищи? Щенки можно догадаться, да. Ну что, нет. А щенки, почему во множественном числе? Тогда не знаю. А что такое кумган? Что такое кубышка? Ну, знают только кубышка денег. Да. А какой она формы? Круглый какой-нибудь. А вот тут есть. Это такой каплевидной формы, с довольно-таки узким горном, с таким растровым. Ну, в общем, я когда занялся изучением форм гончарных, то более 40 названий я нашел, но это только начало. Этим никто серьезно не занимался, кроме археологов. Поэтому вот долгий путь. У нас же страна очень большая, многоциональная. У нас сколько этих климатических зон. И каждая зона, она требует своих сосудов. Каждая нация вносит что-то свое. Поэтому составить какой-то каталог форм и названий утварей, народов, которые живут на территории Российской Федерации, это громадная работа, которую должен кто-то еще сделать. И вы взяли на себя такой труд. Ну, я, может быть, начал этот процесс. В своих книжках я уже часть описал, но этот еще долго и долго нужно этим заниматься. На Руси каждый сосуд знал свое блюдо. Пища пропитывала стенки сосуда, отсюда и необычный аромат приготовленных в керамической посуде блюд. Периодически неглазурованную посуду дезинфицировали. Каждая хозяйка несколько раз в году прокаливала горшки в русской печи, поставив их верх дном. А одних горшков в хозяйстве было с десяток. Это и горшок кашника, и горшок луковника, и горшок братина, и горшок для щей. Я хочу вас вернуть все-таки к процессу изготовления керамического изделия. Вот мы уже научились делать цилиндры, научились делать шары, а дальше нужно долго и упорно играть гаммы, тянуть все выше и выше. И должно пройти 3-4 отчаяния, как в любом обучении. Вы должны захотеть все бросить, проклять все эти неполучающиеся кружки метать в стену. Уходить, сказать, что я больше сюда не вернусь никогда в жизни, займусь лучше. Это все с вами было? Было, да. А потом опять тянет, опять возвращаешься, и с новым дыханием открывается второй дыхание, третий, четвертый. Надо на себя злиться периодически. Что же я такой, не могу. И приходить в мастерскую, и начинать все сначала. И вот большие вещи размером в 50-60-70 сантиметров вы начнете крутить лет через 10 дней раньше. Это я прошел на собственном опыте. У меня было там через 3 года, я уже начал думать, что я уже мастер, через 5 лет. А когда прошло еще 5 лет, я понял, что каким я был мастером 5 лет назад. Так что 10 лет. Не испугайте вы нас. Давайте дальше. Вытянули мы. Конечно, я наоборот подзадориваю. Люди любят сопротивление. Ах, 10, да? Я так вот. Да. Ну а что дальше? Дальше совершенствоваться, совершенствоваться, развивать вкус, познать теорию конструирования. Это природу сосуда. Ведь всем кажется, что сосуд это какая-то вещь, которая получилась. Как захотел. Да, вот захотел, так и выкрутил. Да ничего подобного. Сосуд состоит всего из 2-3 линий в профиле. Каждая линия является обязательно математической линией. То есть надо знать геометрию. И надо знать, как они сопрягаются. И надо знать принципы золотого сечения и понимать, как это строится. Потому что если вы сделаете сосуд негармоничным, не по законам гармонии, то вы создадите черта такого, который будет раздражать того человека, который будет им пользоваться. Вот вы всю жизнь будете пользоваться кривым сосудом. Это как 25-й кадр в телевидении, в который заложите чего-то, и он вас сведет с ума через какое-то время. Так вот этот сосуд вас тоже может свести с ума. Вы же его ногтем по стеклу не водите, это раздражает вас. А кривой сосуд, он также на вашу психику действует, как вот этот звук. И вы это не замечаете. Он подсознательно на вас действует, и вы живете в дисгармонии. Вы все в стрессах. Потому что вас окружают негармоничные вещи. Звуки, формы, цвет. Какой кошмар, вы рассказываете. Человека свести с ума очень просто. Поместите его в красную комнату, водитесь ногтем по стеклу и обставьте его кривыми сосудами. И через сутки вы вынесете его сумасшедшим. Но не выдержит психика такого натиска. Но все равно не испугаете. Красота страшная сила, особенно по части стандартов. Не соответствуешь определенным параметрам, объемам и изгибам. Все, пиши пропало. То есть писать мы начали, похоже, значительно позже, чем считать калории. Здравствуйте, дорогие друзья. На вопрос, что же такое, признаюсь честно, сходу не ответит ни одна блондинка. Если же и вы вдруг озадачились, калории это, ну, такие штучки. Единицы питательности. Значит, тема выбрана правильно. Как раз-таки единицы из нас, наверное, помнят от и до уроки биологии и физики. А красоту между тем буквально все приравнивают к легкости. О ней и речь. Все без исключения диеты сводятся к простой формуле. Калорий надо потреблять меньше, чем их сжигать. Нарушишь это правило, не уменьшишь вес ни на грамм. Хочется потолстеть, тот же фокус, только наоборот. Калория – это мера энергии, которая высвобождается, когда организм работает над тем, что мы съели. Нетонкости механизма в сущности просты. Сразу неиспользованные калории перераспределяются в такие копилки. Одну умную для поддержания жизнедеятельности, чтобы не жевать 24 часа в сутки. В этом участвует печень и чуть-чуть мышцы. Другую. Вы меня понимаете. Кто бы мог подумать, что наши лишние килограммы называются красиво. Не растрачены энергией. Однако это теория, а на практике хорошо бы знать самые калорийные продукты в каждой пищевой группе. Итак, самая калорийная из каш – овсяная. Самые калорийные хлебобулочные изделия – сушки и пряники. Молочный продукт – творожный сырок. Мясной – шпик. Сыр – твердый, а не плавленый. Овощ – свекла. Самая калорийная разновидность картофеля – чипсы. Грибов – грибы в сметане. Ну а что до сладостей, конечно, пирожные с масляным кремом, вафли и шоколад способны доставить массу переживаний всем стремящимся к лёгкости. Конечно, было бы опрометчиво заявить, что всё высококалорийное, суть вредная, дело в грамотно составленном рационе. Но сегодня мы приготовили пронзительно низкокалорийный десерт. Всего 174 килокалорий в одной порции вот этой вкусной радости. Десерт с йогуртом и апельсинами. Йогурт смешать с мёдом, очищенный измельчённый апельсин с орехами. Выложить в креманке слоями, пересыпая рисовыми хлопьями или геркулесом. Украсить апельсином. Как выяснено учёными, 90% людей не знают или не задумываются, сколько калорий им требуется ежедневно. Но если вы относитесь к тем 5% сомневающихся, формула успеха, пожалуйста, вес, который хочется иметь, а не тот, который имеется, нужно умножить на 22 килокалории. Потом ещё на полтора. Это будет расход энергии на дела повседневные. Проснулся, умылся, побежал. И минус 20%, если хочется похудеть. Вот так всё просто. Скучно считать калории? Ну, худеть вообще скучно. На сегодня всё. С вами была Жанна Соловьёва. До свидания. Вот после того, как мы вылепили на круге гончарном вот какое-то своё изделие, да, прошло 10 лет. Вы выпустили шикарный гармоничный сосуд. Я вам больше скажу. Я познакомился как-то с учёными из Академии Городка Новосибирского, которые уже 30 лет занимаются влиянием гармонии сосуда на содержание. То есть гармонический сосуд, он структурирует воду совсем по-другому. Вода становится живой. То есть это связано? Это связано, это физические законы, это никакая ни мистика, ни выдумки. То есть вода в цилиндрической трёхлитровой банке и вода в традиционном русском кувшине, это совершенно разные воды. Да вы что? По составу, по структуре и по своим качествам. То есть вы хотите сказать, что воду лучше всего хранить в нашем традиционном кувшине, глиняном, керамическом, и тогда она будет очень гармонична с нашим организмом. Да, у вас не будет меньше, будет стрессов, вы не будете пить там рьянку, ещё чего-то. Да, хорошо, хорошо. Пить и воду из глиняных сосудов, господа. Я так понимаю, это не только влияние на твоё эмоциональное состояние, но ещё и на физическое здоровье, правильно? Да, а мы зависим, физическое наше здоровье, вернее, эмоциональное состояние зависит от физического здоровья, от физического состояния. Ну, конечно. Ну, хорошо, я всё-таки хочу вернуть. Ну, дальше будем продолжать. Конечно, да, будем. Написано, глава номер пять, сушка и обжиг. Да. Вот знание технологии, оно необходимо. И я скажу больше, вообще керамисты – это самое такое широкое по знаниям профессии. То есть, если сейчас я начну перечислять, что должен знать керамист, это гораздо больше, чем художник, пианист и любой другой профессии. То есть, те профессии, которыми вы занимались, они пригодились? Они пригодились. Ну, во-первых, надо инструменты изучить, знать теории конструирования, знать материаловедение, то есть глины, состав, её свойства. Надо знать химию неорганическую, потому что глазури – это химические составы, как их готовить, как они себя ведут. Ну, историю надо, этнографию надо знать, нужно знать культурологию, нужно знать живопись, потому что нужно уметь расписывать сосуд. Нужно знать скульптуру хотя бы основу, потому что при помощи лепки, ручек, при помощи каких-то маленьких скульптурок вы можете украшать. То есть, видите, сколько всего должен знать. Электротехнику должен знать. А как же вы общаетесь с печью, которая питается электричеством, электронику хоть чуть-чуть, потому что вы управляете мозгами электронными. Печи вы должны знать, как они работают. Ну, вот видите, теплотехнику должны знать. А как же вы должны обжигать и знать, что происходит внутри черепка во время обжига. Если не будете знать и пользоваться только какими-то рекомендациями, ну, ваше творчество, во-первых, будет весьма ограниченное, а во-вторых, будете гнать брак, неправильный обжиг, трещина, неправильный режим, трещина, и все это на выброс. Хотела сказать, что говорят, что не боги горшки обжигают. Да, попробуй вот так вот сначала. Вы не полностью все произносите эту пословицу. Не боги горшки обжигают, а настоящие мастера. Вот полностью, как звучит эта пословица. Тогда понятно, в чем, собственно, дело. Значит, сушка. Надо правильно знать, как сушиться. Потому что изделия бывают очень сложные, с лепниной, с разными ручками. Тонкие ручки быстро сохнут. Значит, надо что-то делать, как-то их прикрывать, накрывать пакетами. Блюда большого диаметра нужно сушить тоже особым способом. Потому что края быстро сохнут, глина при сушке теряет размеры, она сжимается, иногда до 20% усадка доходит. Значит, верх начнет сжиматься, разорвет дно. При высоких сосудах, наоборот, происходит тоже дно трещит. И тут масса. Потом керамика очень боится двух вещей. Это воров и сквозняков. Вот сквозняк малейший, да, и все, ваш носик начинает быстро сохнуть у сосуда, и он загибается в сторону, и все. И у вас будет с кривой носом, с кривой ручкой, и не дай бог она еще отвалится при сушке. То есть сушить. Каждый мастер знает, где в его мастерской можно оставить сосуд, а где нельзя. То есть вот воздух как-то блуждает по мастерской, и вот он уже знает, что там он оставил как-то, и в этом месте нос загнул. Значит, туда лучше не ставить. Все опытным путем? Опытным путем. Либо накрывать все сейчас пакетами. Раньше тряпками накрывали, а сейчас пакетами. И долго-долго сушить сложные вещи. Да и простые тоже желательно сушить долго. Как только высушили, вот тут начинается. Их надо лощить. Можно декорировать до обжига. Лощение – это полировка такая очень нудная вещь. Иногда больше времени требует, чем создание сосуда. Но зато приводит к хорошему декоративному эффекту. Ну и потом обжиг. В противовес всем химическим антисептикам, убивающим не только микробы, но и здоровые клетки, глина, устраняя микробы и их токсины, создает в организме иммунитет против новой микробной инфекции, обновляет клетки и вливает в них новые силы. Глина аккумулирует в себе солнечный магнетизм, а также живительный магнетизм воздуха и воды. Ее магнитное воздействие превышает магнитное воздействие других элементов. Глина содержит по существу все минеральные соли и микроэлементы, в которых мы нуждаемся. А именно кремнезем, фосфат, железо, азот, кальций, магний, калий и так далее. Вы еще занимаетесь преподавательской деятельностью в Университете культуры и искусств растения молодых гончаров? Вот мы первый год пытаемся их растить, у нас открылась специальность такая, керамика художественная. Ну вот с первого сентября вот этого года мы уже наберем первую группу художников-керамистов, в скобках будет написано «Мастер гончарного искусства», вот мне так видится. И через пять лет мы выпустим первые, там сколько мы наберем, шесть, семь, десять человек. И будут первые десять человек с университетским гуманитарным образованием. А еще со степенью бакалавра. Да, потом магистров. Вот это единственное место в России сейчас, где будем готовить профессиональных гончаров. А каждый ли гончар, ну вот ваш выпускник, обязательно должен иметь мастерскую? То есть обязательно вот эта практика ежедневная, вот чувствовать эту глину, работать? Обязательно. Да? Или можно просто прийти на завод, на предприятие, и там работают? А где нет предприятий таких сейчас, где есть гончарный цех, а нет таких предприятий. Появляется сейчас даже в Сергиевом Посаде есть такая мастерская какая-то из наших людей, братьев из ближайшего зарубежья нашего бывшего Советского Союза. Но это такие отдельные мастера, которые что-то делают, но пока это очень камерно и непрофессионально. А ваши изделия, где они? Я делаю и посуду, и скульптуру, и гончарную скульптуру, то есть из гончарных элементов какие-то скульптуры. То есть вы делаете для того, чтобы люди видели? И видели, и пользовались. То есть продолжая вот эту вот тему того, что жидкость или пища, хранящаяся вот в такой посуде, она приобретает совершенно иной вкус звучания. Вкус и вид, да, приобретает. Вот я вас уверяю, что простая гречневая каша из керамической плошки, она вот приобретает какой-то другой вкус. Почему? Я не знаю. То ли от формы, то ли... То есть вкус наш зависит не только от раздражения рецепторов, которые в полости рта находятся. Мы еще едим и глазами, и носом, и даже ушами. То есть вот все это должно, как, помните, говорил профессор Преображенский, надо еще знать, что говорить при этом, и даже о чем думать. И когда все это вместе, конечно, это влияет на вкус. Дома едите, признавайтесь, честно, и вовремя. По-разному, по-разному. У нас есть дом в деревне, где мы делаем все по-настоящему. Супруга у меня очень любит этот дом. Он недавно у нас появился, и поэтому она там делает все по правилам. Чтобы все гармонично было, да? Да, в керамической посуде, в печи, правильно натопленной при определенной температуре. На ночь ставим, утром вынимаем, все горячее, красивое. Вкусное. Вкусное до безумия. Керамика – один из популярнейших видов современного прикладного искусства. Более того, керамика широко применяется в области высоких технологий. Если присмотреться к устройству персонального компьютера или телевизора, то мы обнаружим, что изоляторы многих электронных деталей изготовлены из керамики. Износостойкие керамические втулки устанавливаются в автомобильные двигатели. Керамическими огнеупорными плитками покрыта поверхность корпуса космического корабля многоразового использования. Наконец, в быту мы пользуемся керамическими чашками и тарелками. И даже живем в домах, построенных из кирпича. В современной жизни, в ритме глиняные изделия, они могут занимать только место на полке? Или все-таки они могут более активно использовать? Входят, входят. Ну, я же и то, что делаю, продаю. Да, люди покупают для того, чтобы пользоваться. Но, с другой стороны, этого мало. И люди покупают у меня какой-нибудь кашник. А потом я их встречаю через какое-то время. Я спрашиваю, ну как? Как поживает там горшок, кашник, кунган? На полке стоит. Стоит. Жалко. А вдруг разобьется? Он дорогой. Он нас в интерьере украшает, значит, жизнь. То есть, пока этого мало, люди вот как-то и дорого достаточно. Люди украшают свою жизнь. Ну, наступит время, когда начнут пользоваться. Да, по назначению. Ну, обязательно это нужно этим пользоваться. Хорошо, скажите, а вот на своих изделиях вы где-нибудь авторский значок ставите? Да, расписываюсь на донышке, переворачиваю и просто ставлю роспись и год изготовления. Да? То есть, можно обнаружить ваши работы где-то? Да, когда будут раскопки вестись. Лет через 100-200. Когда наша цивилизация исчезнет, и на месте России будет что-то другое. И будут находить. Ну, как сейчас, древней Греции же не существует. А та Греция, которую мы имеем сегодня, она ничего общего с древней Грецией не имеет, кроме Акрополя. Вот так история развивается, да, к сожалению. И вот в Греции никто не возрождает древнюю грецкую керамику. А вот Русь, Россия, это такая Российская Федерация, такая территория, где мы постоянно что-то уничтожаем, но постоянно начинаем возрождать. Вот это паразит. Обязательно уничтожим до основания, а потом начинаем возрождать. Ну, чтобы было чем заняться. Да, наверное. И мы единственные, кто возрождает древнегреческую керамику, опять же, люди в России. Я знаю, что в Анапе живет человек, который интенсивно этим занимается. И уже на весь интернет раструбил, что он разгадал древнегреческий черный лак. Надо это, конечно, проверить. Но, тем не менее, вот никто в мире этим не занимается, а в России занимается. Ну, и это радостно. Возрождают старые технологии, росписи по сырой эмали, черно-лощеную керамику возрождают, обварную, молочную, в общем, солевые обжиги. Все возрождают забытое. Ну, такая у нас страна. Хорошая страна. Мы все возрождаем. Доброе утро! Это «Интересные факты» от Анастасии Акимовой. Когда-то очень давно глину использовали в быту для сохранения мяса, овощей и фруктов. В Древнем Египте, Китае и Вавилоне продукты обмакивали в раствор глины, и после этого их можно было хранить довольно долго. Также, благодаря отбеливающим свойствам глины, с ее помощью стирали белье и чистили шерсть. Приблизительно тогда же были обнаружены ее целительные свойства абсорбента и антисептика. Глину использовали местно для натираний и принимали внутрь для вывода токсинов. Сегодня глину применяют в медицине и косметологии. Она содержит необходимую организму человека минеральные соли и микроэлементы. Кремний, присутствующий в глине, полезен для кожи. Он придает гибкость сосудам, стимулирует рост волос, обмен липидов, образование коллагена и костной ткани. А алюминий обладает антоцидными, подсушивающими и вяжущими свойствами, марганец, дезодорирующими и подсушивающим эффектом. Интересно, что такой древнейший письменный инструмент, как глиняная табличка, датируется 5500 годом до н.э. Для их изготовления замешивали глину с водой. Затем можно было формировать глиняные таблички и наносить на них информацию. Табличка, обожженная под солнцем или в печи, использовалась для сохранения написанной информации на длительное время. Такие глиняные плитки можно было посылать друг другу на большие расстояния или составлять из них библиотеки и архивы. Интересен тот факт, что из глины люди делали даже письма с конвертами. Готовую обожженную глиняную табличку с текстом письма обмазывали слоем сырой глины и на ней писали имя адресата. Затем дощечку повторно обжигали или высушили на солнце. От выделения пара внутренняя табличка отклеивалась от конверта и оказывалась заключенной в нем как ядро ореха в скорлупе. Вот такие на сегодня интересные факты. Если у вас есть свои истории или занимательные факты, мы готовы рассказать их в эфире на рассвете. Пишите нам на сайт www.prosvechenia.tv Александр Поверин, поэт и писатель. Это продолжение вашего внутреннего состояния. Это тоже искусство. Почему? Я вам должен раскрыть секрет. Керамика это мое хобби. Вот так. А мы-то не знали. Я так к этому отношусь. Просто керамика... Знаете, человека делает не сам человек, его время создает. Вот что потребно в моей душе для сегодняшнего времени, то я и выдаю. Вот потребуется, наступит такое время, когда будет очень популярна писательская деятельность. Не та писательская, которая сегодня очень популярна, детективная, какая-то желтая, а настоящая проза. Когда потребуется, может быть, и потребуюсь я как писатель, как поэт. Сегодня я востребован как преподаватель, как гончар. Больше всего. Поэтому я больше времени трачу на это, пишу книги об этом, преподаю и сам работаю. Но начинал я с поэзии, с прозы, с драматургии. Я пишу и пьесы. И пьесы. Душа просит, да? И что поделаешь. Это... с этого все началось. И к этому я отношусь абсолютно профессионально. Это совершенно разные деятельности. Это совершенно разные части мозга работают. Да, вот когда одна устает, я начинаю заниматься керамикой. Как эта часть мозга уже устала, переключаюсь на что-то другое. Это разные, разные дела совершенно. То есть параллельно вот в одночасье с утра писать, вечером лепить, скульптурой заниматься, это невозможно. То есть надо сначала какое-то время побездельничать, отойти от керамики, полениться, поваляться на диване, как обломов там с неделю. Потом разозлиться на себя и сесть. Я советую таким людям, которые могут переключаться от одной детьми. Алексей Максимович Горько говорил, что он делал все, что необходимо, чтобы не сесть за стол. Это он Горький, да? Который столько написал. И даже тот придумал себе массу всяких занятий, лишь бы не писать. И когда все переделывал уже, все, тогда уже, ну что у нас, приходилось садить. Придется писать. Это такая специфика. Так устроены все. Я думаю, что большинство людей, пишущих, так же устроены, как Горький. Вот сейчас сможете нам прочесть что-нибудь из своего дача? Ну только прочесть по тексту, потому что я никогда не выступал. Я прочту первое буквально стихотворение. Куда судьба нас завела, теперь я знаю точно. Мы где-то на краю села, какой-то долготы восточной. Здесь вырублен вишневый сад, но зреет клюк на болотах. Здесь много лет тому назад скормили квасом патриотов. И на широкий сельский сход явились новые пророки. Но так же плохо выглядит народ. И так же бесконечные сроки. И как же нам в порочный круг вписать квадрат закона, указывав много, как подруг, но лишь одна корона. Александр, это опять же о истории, о нашей культуре. Вот я так понимаю, вы все равно на эту тему пишете? Это вас волнует? Нет, это я такое стихотворение взял. Там есть совершенно современные... Да это современные стихотворения, о нашей жизни, я так считаю. Нет, я историей занимаюсь. Здесь я написал эссе о слове «Полку Игореву». Это такое историческое исследование. Я, конечно, не профессиональный филолог. Я там наверняка сделал много ошибок, но таких исторических. Но это такой эмоциональный взгляд мой на это произведение. Одно из первых поэтических произведений, написанных на русском языке. Там много тайн, которые до сих пор не открыты. Поэтому каждый хочет чего-то открыть. Каждый скульптор хочет приделать руки Венере Миловской. И ни у кого еще этого не вышло. Не получается. Потому что неизвестно, какие они были на самом деле. Так что, а проза – это наша жизнь. Там ничего нет исторического. Это наша современная, сегодняшняя жизнь. Называется она «Порок нашего времени». Так называется один из рассказов. Или рассказ лживого человека. В общем, это современная наша жизнь. То есть то, что вы сейчас проживаете, переживаете, чувствуете и понимаете, вы выносите на листы. Да, но с отставанием некоторым. Потому что злободневности в искусстве не существует. Когда человек начинает писать на злого дня, это журналистика, в лучшем случае. И публицистика может быть хорошая. Но проза, элитристика не может быть такой вот злободневной. Потому что должно отстояться что-то, устояться. То, что сегодня кажется злободневным, завтра уже никого не интересует. Если мы будем на этом делать акцент, мы попадем в парасак в лучшем случае. Поэтому надо, чтобы какая-то тема отстоялась. И я пишу о том, что было где-то 30-20 лет назад. А то, что было вчера, это описать невозможно. Радий – главный радиоактивный элемент, содержащийся в глине. Это очень редкий элемент, имеющий большую силу. Лечение глиной дает организму радий в чистом виде, естественном состоянии и в тех дозах, в которых нуждается организм. Никакой микроб, вирус или другой микроорганизм не может устоять перед ее излучением. Благодаря своей радиоактивности, глина является лучшим естественным стерилизатором. Положите ложку глины в литр молока, в результате даже в жару молоко не прокиснет в течение нескольких дней. Вы получите молоко, стерилизованное естественным путем и наделенное большой жизненной силой. А вот вы романтика по сути своей? Романтик – это любой человек романтик. Есть прагматики, которые... Был такой век романтизма. Великий Гетте тоже причисляется. Пушкин тоже родился в век романтизма в этом стиле. Он последний, можно сказать, романтик. Но да, если романтик считать синонимом «мечтатель», то да. Мечтать люблю, да. Сейчас наши дети очень прагматичны. Они стремятся быстрее постичь основы чего-то. Может быть, не так хорошо и глубоко, но главное, чтобы можно было быстро заработать деньги и купить себе хорошую машину. А вот вас как воспитывали? Дети, чтобы хорошую машину купить сразу. Это лет в 15-16? Да, я вас умоляю, лет в 10 уже. А права во сколько выдаются у нас? В 16? Нас воспитывали, ну, я поколение еще вырос. Я был пионером, был комсомольцем. Нас воспитывали патриотами. Да, и воспитали патриотами. И в этом я считаю, что все-таки при всех издержках воспитания советского патриотами нас сделали. И это хорошо. Причем в хорошем смысле патриотами, да? Ну, а другого слова, плохого смысла этого слова не есть. Да, да, не может быть. Вот это очень хорошо. И мы как бы любим свою родину, и какая бы она ни была, и все ее пороки понимаем. И когда Пушкин говорил, что я писал, я не помню, кому Анатолию Вяземскому, в письме писал, и Девча Адаеву, что я не хочу другой истории, да, только та, которая была у моих предков. Но мы тоже так же можем говорить. Хотя сейчас я уже иногда как-то, помнится, произносил такую на лекциях мысль, что я хочу сказать, как Пушкин, что я не хочу другой истории для нашего государства, но уже как-то не с таким энтузиазмом, не с такой однозначности, потому что с натяжкой. Потому что истории 30-х годов у Пушкина такого не было. Хотя у Пушкина была опричнина, да, он мог тоже... Но если покопаться, то в каждом времени можно найти свои недостатки. Ну, этот путь, который нам не спослан Богом, и мы должны были его пройти, но пройти, ладно, мы должны научиться на нем, приобрести опыт, не совершать подобных ошибок, а вот это вот я еще и не вижу. Я чувствую, что мы можем на эти грабли наступить. Вот для этого вот нужны такие программы. Для этого нужно возрождать традиции, да, вот во всех областях. Традиция – это порядок, это закон вековой. Ведь народное искусство – это величайшее искусство. Вот многие чиновники, даже от культуры, мне доказывали, что народное искусство – это просто самодеятельное искусство. Да, что это лубочное что-то. Да, это вот собрались там, не знаю, хор старушек, надели на себя какие-то кокошники из фанеры или из картона, обмотались ситцем и открытыми голосами поют советские песни. И это, значит, народное. Если бы они хоть раз услышали, как по-настоящему поют настоящий там семиголосный хор, они бы просто упали в уморок от счастья. Народное искусство – оно величайшее искусство, потому что оно создавалось веками. И оттачивалось. И оттачивалось. Я могу не любить Сурикова, да, спорить с кем угодно, но не любить народное искусство невозможно, потому что это все равно, что не любить березу, дуб там, или закат, который создан природой и создан вечностью, оттачивалось. Критиковать народное искусство – абсурдно. Его надо изучать, пытаться повторить. Мы обыкновенно думаем о завтрашнем дне, о будущем годе, в то время как надобно обеими руками уцепиться за чашу, налитую через край, который протягивает сама жизнь. Природа долго почивать и предлагать не любит. Герцен. Скажите, вот ваши ученики, они с интересом, с жадностью впитывают вот знания, которые вы приобрели, которые вы знаете? То есть они готовы узнать и услышать нашу историю? Готовы. Готовы. Они очень жадные, да, они, когда им все это рассказываешь, они с интересом слушают все. Но когда доходит до труда, до дела, руки иногда опускаются. Вот трудно научить человека работать. Это надо, чтобы родители, там, не знаю, с 10 лет приучали человека трудиться, при помощи труда добиваться цели. Потому что вдохновение – это продукт труда, это не я сказал, это Петр Ильич Чайковский сказал. Конечно, ну как, иногда приходишь, ничего не получаешь, начинаешь делать, 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 а потом глядишь, и к концу дня пошло, включилось какое-то там второе дыхание, подсознание заработало, и все пошло. Да, надо научиться работать. Талант на 99,9 – это продукт труда. И еще я сделала сегодня вывод, что в нашей жизни очень важна гармония. Гармония и в окружающих нас вещах в том числе. Может быть, и в первую очередь. Да, вот надо к этому стремиться. Наверное, нет ничего удивительного в том, что психологи обратили внимание на работу с глиной и назвали ее арт-терапией. Программисты, учитель, бизнесмен и студент за пару часов творчества снимают стрессы и отдыхают от умственной нагрузки. Ведь для того, чтобы лепить, неважно, сколько тебе лет, какая у тебя профессия и физическая подготовка. Ну и напоследок, а вдруг это призвание и будущая профессия. Пока не попробуешь – не поймешь. Это мы вам и желаем. Ну а завтра будет новый день, новые темы и новые герои. Встретимся, как обычно, на рассвете. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова